В Америке, например, это она в 64-м году говорит, такое впечатление, что вся молодёжь там охвачена неким странным легкомыслием. Здравомыслящих людей оно, конечно, беспокоит, но это воздействие бесподно является указанием на то, что тут работает необычная сила. Это разрушение всяких правил и привычек, и это хорошо, говорит мать, сейчас это кажется несколько странным, но это необходимо. Ну, интересный момент, да? Она также на Америку-то рассчитывала, что в Америке, там, когда все смешаются национальности, много всяких разных людей, что там произойдёт нечто, что подвинет духовную эволюцию с мёртвой точки, но она тут явно ошибалась, поэтому её не обожествляйте, мать, она всё-таки авторитет, но авторитет других вопросов, точно совершенно, о которых мы говорим. Но о каких-то мировых проблемах у неё тут, ну, были кое-какие фантазии на эту тему. Так вот, почему наиболее продвинутая молодёжь повсеместно бунтует? Понятно, бунтует. Бунт может быть внешним, бунт может быть внутренним, он может быть очевидным и неочевидным, но он непременно присутствует у молодёжи, этот бунт. Главной причиной тому является духовная непросвещенность молодёжи. Они не понимают, для чего они живут. Не понимают смысла жизни. Вот это главная причина этого бунта. И этой молодёжи не предлагается единственный верный выход из эволюционного тупика, в который они попали. Тупик эволюционный. Не только они, но всё земное человечество, они в том числе. И пока у них есть этот бунт, они пытаются, пытаются что-то найти, но выгода им никто не даёт. Поэтому они кидаются в экстремальные виды спорта, ломают головы, сходят с ума, кончают жизнь самоубийством. Ну, в России я хочу ещё раз напомнить, первое место в мире по подростковым самоубийствам занимает. Это о чём-то говорит? Не будет правильного духовного просвещения, не станет понятным смысл человеческого составания, и не будет полноценных духовных плодов. Вот надо этим заниматься. Молодёжь обязательно откликнется и откликается. Некоторые благодарят нас, например, за это, говорят, что мы помогли в самый, так сказать, отверственный момент, когда могло произойти непоправимое, увидеть свет какой-то. Это радует, радует, что молодёжь начинает просыпаться или пробуждаться, не просто бунтовать бессмысленно, а действительно с поиском выхода. И вот тот путь, путь сознательной духовной эволюции, он является действительно венцом духовных исканий в земном человечестве, и представляет собой, я не побоюсь этого, чудесный синтез подлинной науки и истинной религии. Он и научный, и религиозный. То есть это, ну, религии не путайте с церковностями всякими, этими обрядами, понятно. Ну, духовной, наверное, вот это всё очень-очень тесно взаимопроникает друг друга, и это действительно синтез удивительный. И вот эта внецерковная, что ли, человеческая религия, это то, что сегодня, сегодня должно возобладать. Внецерковная, индивидуальная, правильная, сознательная, творческая. Вот это должно быть реализовано напрямую через посредство божественной силы в связи с Господом. Вот эта связь должна на сегодня быть установлена. То, что материальное сознание, то есть разум в материи сформировался под давлением трудностей, трудностей, препятствий, страданий, борьбы, это огромнейшее затруднение в материи. Он был, так сказать, выработан этими вещами, трудностями, и это наложило на него печать, почти что пессимизм и пораженчество. А это, конечно же, самое большое препятствие. Ну, наше пессимистичное, пораженческое, материальное сознание, физическое сознание сформировалось в процессе животной эволюции. В процессе животной эволюции нашего тела, в постоянной борьбе за выживание, за преодоление многих трудностей, сопутствующих смертной жизни. Наверное, всё это в каждая животная клетка на подсознательном уровне несёт, и всё это мы имеем в себе. Вот. Всё это нас. Всё это действительно наложил тяжёлый отпечаток на человеческое подсознание в целом, которое где-то на генетическом уровне, имеется в виду наше подсознание, смирилось со своей печальной участью и не желает меняться. Ну, в печальной участь родился, вырос, состарился, умер. То есть, вот такой пессимизм подсознательный, он заложен с рождения. С рождения. Таким образом, буквально с момента рождения нам выносится на время отсроченный смертный приговор, который необходимо во что бы то ни стало отменить. Это заложено в правила божественной игры. Это заложено не в физическом теле, физическое тело настойно на поражение, а в нашей истинной сущности. Понятно, да? У нас две противоборствующие стороны присутствуют. Вот почему мы живем в полном раздрае, почему мы постоянно-постоянно находимся в состоянии внутреннего напряжения, внутренней борьбы, полемики, кто победит. Таким образом, да, и чтобы победить смертную жизнь и выносить в коконе физического тела носитель жизни вечной, эта животная, пораженческая структура, должна быть непременно трансформирована. А все клеточное сознание, телесное сознание обращено к божественному. Иначе новая структура в старой пораженческой структуре физического тела, она не родится и не сможет существовать. Ясно, наверное? То есть, тело должно быть вычищено от этого эволюционного перегноя, от этой пораженческой структуры. То есть, оно должно поменять, поменять свою ориентацию духовную. То есть, тело, я бы сказал, или все клетки тела должны родиться в духе. И, несмотря ни на что, стремиться к божественному. Готовы умереть, но быть вот в поле этих божественных вибраций. Только тогда создаются условия для формирования новой тонкой вибрационной структуры в коконе старого физического тела. И эту задачу, задачу трансформации этого пораженческого подсознания способна выполнить только нисходящая божественная сила. Нисходящая супраментальная сила, как хотите ее называйте. И этой силе необходимо открыться и не вмешиваться в нее нашим беспокойным, во всем сомневающимся умом. Она все сделает сама наилучшим образом. Утихомерит, угомонит и вычистит. Нужны очень конкретные, очень ощутимые и часто повторяющиеся переживания, чтобы материальный ум убедился, что за всеми его трудностями присутствует божественная милость, за всеми провалами победа, за всеми страданиями, болью и противоречиями радость бытия. И всех усилий чаще всего приходится повторять это. Вы постоянно должны гнать прочь, преобразовывать пессимизм, сомнения и все ваши пораженческие представления. Ну, поговорка «вода камень точит», знаете, наверное, такое поговорка? Она точно соответствует филигранной работе нисходящей божественной силы в нашем материальном подсознании. В костной пораженческой структуре, которая препятствует обретению нами жизни вечной. Тело, если оно обратится к божественному, если оно не обратится к божественному, оно всегда настроено на поражение. Тело всегда пессимистично. Телесное сознание настроено на поражение. Если оно не будет переориентировано на клеточном уровне, через посредство божественных вибраций, на победу над смертью. так вот в период когда дает о себе знать пораженческие структуры ли наш пораженческий физический ум надо проявить максимум терпения не поддаваться как это многие делают пессимистическим настроением которые навевают на враждебные силы для окончательной победы победа над этой пораженческой структуры требуется время порой немалое время то есть структура должна умолкнуть умолкнуть постепенно понемногу вибрации божественной благодати овладевает и клетками тела и соответственно что получается в них вселяется оптимизм и укрепляется уверенность в том что они смогут жить смогут жить по-новому совершенно по-новому так уж как и мы после духовного рождения мы живем без страха в сомнении страданий момент духовного рождения все психологические страхи уходят также клетки должны пережить своеобразное духовное рождение все вместе для того чтобы быть нацеленными уже на победу а не на поражение как это был до этого я хорошо понимаю почему истина истинное сознание не проявляет себя более постоянно периодически уходит дело в том что разница между его мощью и силой материи настолько велика что сила материи как бы перечеркивается но тогда это не трансформация это уничтожение это тогда не будет трансформации так всегда делалось в прошлом материальное сознание полностью придавливала силой которой ничто не могло сопротивляться ничто не могло противостоять вот здесь очень тонкая вещь мать подметил вот я хочу чтобы вы поняли о чем идет речь она очень тонко подметила что мощь этой трансформирующие силы настолько велика что добавь ее добавь этой мощи и физическое тело было полностью уничтожено просто раздавлены без горелым как хотите то есть добавь ее вот капельку немножко да а потому в нашем случае в случае правильного следует по пути сознательной духовной эволюции божественная милость строго дозировано порционно отпускают эту силу дабы не повредить физическое тело чтобы она не была разрушена то есть наш контакт с этой силой он в конечном счете обеспечивается и и пационом нисхождением поции дозы определенные опять не мы регулируем не мы метод устанавливаем сила сама работает она знает что и как дело и когда носитель жизни вечной или новая тонкая вибрационная структура окончательно вступают свои права то преображенное физическое тело как бы умирает для нас в качестве прежнего материального носителя и она начинает жить по своим собственным законам для нас она умирает как носитель жизни мы в новые структуры переселяемся тело начинает жить по своим собственным законам по своим собственным биологическим законам божественным как хотите она же трансформируется да вот нетритируемые нашими представления о том что ему полезно что вредно что ему хорошо что плохо мы уже в этом участие не принимаем она начинает жить своей новой жизни а нам остается единственное что очень четко прислушалась тому что она хочет ну что ему надо что ему требуется для жизнедеятельности оптимальный а трансформирующие мощи про ментальная сила проявится во всем своем великолепии когда во время квантового скачка эволюции уж тогда на без всяких тормозов придавит вот человечество своей мощью и вот этот очистительный огненный катаклизм состоится когда явится новая земля новые небеса и новый человек об этом говорят все древние источники и пророчества иисус продемонстрировал своим ученикам результат трансформирующей работы духа до пристав перед ними в новом теле структурно новом принципиальном теле которое было действительно сияно бессмертием при этом его физическое тело было полностью уничтожено этой трансформирующей силой я говорил о моем явлении пирокинеза да когда внутренним огнем 19 случаях двадцатом столетии были уничтожались тела просто они сгорали оставлюсь горстка пепла одежда оставалась нетронутой там все физические предметы мебель там прочее а люди пропадали вот горстка пепла в одежде нетронутой вот это тоже как бы локальные примеры или примеры что ли локального проявления вот вот этой мощи этой силы которые более широких масштабах могут уже проявиться на земле в момент квантового скачка эволюции когда те кто состоялся в главном просто телом не будет перестанет искать существовать как материальный объект без праха без там пепла без всего все остальное будет ну кучка или горсткой сожженной органики вот и все то есть трансформация структуры нашей физической но может двояко момент квантового скачка происходить либо с полной аннигиляции с полным и исчезновением на уничтожениями проявлением новой жизни либо другом варианте более печальным в клетке как бы вступила вселенская децентрализованное сознание спрашивая почему они желают сохранить эту комбинацию или это объединение это физическое тело при этом давая им понять или почувствовать все те проблемы которые идут например от возраста изнашивания внешних трудностей от всех повреждений причиненных трением износом но им клеткам похоже все это совершенно безразлично ответ клеток довольно любопытен похоже они придают значение только возможности оставаться в сознательном контакте с высшей силой и так клетки физического тела напитанной божественным нектаром напитанной вибрации божественной благодати по сути выполнив свою функцию скорлупы вокруг яйца выполнив роль своеобразного инкубатора в котором вынашивается жизнь вечная вот готовы быть полностью уничтоженными лишь бы оставаться вибрационном контакте с божественной силой в этой благодати трепещущей им все равно они не думают о печальном конце они готовы исчезнуть они готовы раствориться она это очень хорошо ощущает вот это ее новое состояние дает ей возможность почувствовать голос клеток они говорят все равно растворимся перестанем существовать новая жизнь уже есть то есть тело может умереть выносив носитель вечной жизни то есть она выполнила свою функцию здесь на земле понимаете выполнила задача выполнена проявлена новая жизнь проблема возрастных изменений разного рода недомоганий клетки абсолютно не волнует они готовы хоть сейчас раствориться и бесследно исчезнуть в океане той благодать в которой не вибридует соответственно и вас вашем новом качестве проблема расставания с физическим телом перестает волновать коль тело перестала по этому поводу волноваться так вы как будете волноваться это тело нам волнение преподносила понятно тоже но эту проблему исчерпала проблема телом была решена как все удивительно тонко предусмотрено господом касаемо нашего эволюционного будущего но чтобы это будущее состоялось с его согласно его сценарий то согласно сценарию который свыше предопредел необходимо незамедлительно начать работу на пути сознательной эволюции иначе будем ждать думать фантазировать вместо реальной работы и тут в этот момент универсальное сознание вступает со своим вопросом но ведь здесь имеется препятствие и были ясно видны это пессимизм бесформенного разума который зарождается организуется в этих клетках но сами клетки ничуть не беспокоились для них он был как болезнь он воспонимался как несчастный случай или неизбежные болезни или что-то из этой области что не было нормальной частью их развитие а было им навязано а это нам она это нам теперь наплевать так вот что она говорит что клетчные сознания болезненно деформированной материальной жизнью и вечно настроены особенно с возрастом на пораженческий лад с возрастом это заметно молодежь на поражение еще не настроена вторая половина жизни она уже вот этим аукается пораженческими настроениями да вот сознание казалось бы вовсе не способны измениться вдруг чудесным образом чудесным образом забыв свое дремучие эволюционное прошлое меняется это чудо чудо вот этого клеточного преображения который открывает действительно дорогу в вечную жизнь и все это не фантазия не фантазия воспаленного ума подлинное ощущение которое рождается рождается вас непосредственно на клеточном уровне непосредственно телесном уровне это ощущение это не мысль вот когда мысли это одно это работает наша фантазия работает на шум на это ощущение это чувство вот вы наверно понимаете разницу между мысли и чувством или ощущения вот мысли не то есть ощущение ощущения которые никак не ментализируется не формулируется они просто есть как факт как факт и каждая клеточка вот мать тоже об этом говорила где-то поет гимн свету то все клетки обращены к свету вот эта вся общность этих клеток наш который составляет физическое тело она обращена теперь к свету и тогда в этот момент внизу родилась сила воздействия на этот разум она дала клеткам материальную силу отделиться от него и ответ на тело именно после этого произошел поворотный момент поворот во всем в целом так если произошло что-то действительно решающие появилась какая-то доверительная радость ах мы свободны клетки говорят от этого кошмара так вот супраментальная сила проникая вглубь вглубь телесной материальности чудесным образом в миг обращает клеточное сознание к божественному это действительно это действительно поворотный момент во всем эволюционном процессе один из поворотных моментов их несколько три то совершенно точно вот это один из таких ярких поворотных момент в эволюционном процессе я просто говорю знаю о чем говорю я скажу как это было со мной несколько позже расскажу как это произошло одномоментно то есть что происходит это происходит окончательный психологический разрыв ваш психологический разрыв со смертным телом психологический разрыв со смертным телом понимаете психологически не вообще тело есть как инструмент но психологического с ним очень связаны очень завязаны вот это пораженческое настроение подсознание пораженческая но давит на вашу психику окончательный разрыв на материальном уровне происходит только после оставления физического плева при так называемой смерти там уже ну факт смерти ты отрываешься от тела там окончательный разрыв а психологический разрыв происходит раньше вот у вас на момент во время след не по пути сознательной эволюции понятно окончательный разрыв поставление физического тела ну смет тела а психологически происходит это гораздо раньше если говорить компьютерным языком то на генетическом уровне супраминальной силы была уничтожена программа смертной жизни записанная в клетках ее нет и нет давления поняли да стетит программы и мне хорошо помнится вот этот момент момент обретения момент обретения клетками тела эту психологическую бессмерти именно момент и бэд совершилось в одно мгновение это было как бы вот этим магнитная переполюсовка все-все раз в одном направлении все клеточки как бы встроились это произошло вечером я сидел за письменным столом работал что-то писал сила во мне гудела я был ей полностью открыт вот и вдруг все мое тело охватил нешуточный клеточный страх то есть тело как бы ощетинилась вот все тело ощутим нас в одно мгновение но стала найти как ежик да когда поднимает он иголки вот физически я ощутил вот это состояние она как бы изготовилась защищаться непонятно от чего то есть это непонятное состояние вот просто раз вот сила работает вы потом раз страх и тело как бы готовилась защититься и в тот час в одно мгновение страх сменился благодатью все и хорошо и больше никогда вот этот не страх не пессимизм вот этой пораженческий больше никогда он в сознании не возвращалась также как после духовного рождения никогда страх смерти вас психологический не возвращается также клетки тела с этого момента уже не фонили поражением уже подсознание не ставил этот вопрос совершенно все это в один момент перестала существовать страх в одном гневе не сменился благодатью и тело действительно всегда освободилась от кошмара психологического телесного который был навеян смертной жизни это была огромная победа огромная победа в работе на пути сознательной эволюции сравнимые дальше с духовным рождением там была психологическая победа над смертью наша внутренние до нашего внутреннего существа здесь тело победила смертные пораженческие настроения в одно мгновение так что душа и тело теперь абсолютно свободны независимым друг от друга становится автономное существование полное тело автономное существование и душа и все трения между ними перестали существовать нет этих трений тело впервые получил абсолютную свободу свободу выбора во всем ибо до этого времени она большей частью подвергалась насилием с нашей страны понятно каким носили мы хотели сделать ему как лучше на моего не удосужились спросить а что ему надо как ему лучше надо ли его обливать до посинения холодной водой она просто терпела пытаясь защищиться от нашей глупости вот от этих стрессов от оболеваний там мы его не понимали мы вы так лучше хочу лучше подрывать иммунитет вот этим сама но все время тогда держится на чем она держится до последнего потом раз и обвал понятно я пример просто привожу либо голодом его так подморить как следует чтобы она покрепче было зачем это стресс для чего а тут она не просит ни голода ни холода ему тепло надо покушать умеренно лишнего не будет не попросят многие это искать вещи начинаешь замечаетно чувствовать и понимать войдя в контакт с телом одухотворенным телом что ли вот душа и одухотворенное тело они говорят уже на одном языке и это замечает они находят понимание понимание трение между ними уже нет и одновременно она продолжает вот об этом переживание говорить и одновременно облегчение физическое облегчение как будто воздух стал пригодным для дыханием да так что-то вроде того как будто был заключен скотлупу удушающие во всяком случае в ней было проделано отверстие вы можете дышать не знаю если тут что-то большее но в любом случае что-то было как бы прорвано и вы можете теперь дышать но по сути она обрела здесь полную энергетическую прозрачность пористость физическое тело в общем-то стало пористым для этой энергии возможно только это при радикальной трансформации клеточных структур если структуры не радикально не трансформирован то пористости не будет то есть клетки не откроется этой силе они будут сжиматься энергия не пойдет через них беспрепятственно понятно да и вот когда это состоялось вот наверно меня как раз пористости окончательные тогда ты я как внимание не обратил я несколько позже почувствовал я не связал эти два события но это где-то примерно было на десятом в одиннадцатом году не записал даже переживания но запомнилась но она как бы вот был одноразовым я думал друг еще будет там мало ли может не кончится но оказалось что вот оно было финальным единичным и финальным вот она об этом тоже говорит и как только вот эта пористость или проницаемость абсолютно энергетическое возобладает то новая супраментальная структура которая наработана в контуре физического тела она буквально вырывается в беспредельность то есть она выходит вовне и начинает вибрировать уже в унисон со всеобщим сознанием с божественным сознанием с вечностью как хотите такая единая вибрации то есть океан всеобщих вибраций выходишь благодаря этой прозрачности это переживание переживание открывает совершенно новую страницу в нашей эволюционной биографии то есть не локальность или бестелесность существования в пространстве времени существование той структуры которые мы теперь называем собою то что мы называем собой она нигде не локализованное ощущение в беспредельности везде и нигде вот это очень странное ощущение но тем не менее по-другому его никак определить нельзя то есть как бы ты расти к или то что ты называешь собой слово ты-то ты-то думаем тело да то что ты называешь собой это растекается в пространстве объединяется со всем сущим там с божественным то есть наверно индивидуальное божественное всеобщие божественные вот на этой стадии они просто слились то есть вот это слияние индивидуального и всеобщего но как раз и есть результат духовной работы вот ну наверно на уровне земном возможно это и есть конечные условно говоря результат тут максимум того что можно здесь достичь не знаю может еще что-то возможно трудно сказать наконец-то наконец-то вот в этом состоянии в состоянии абсолютной энергетической прозрачности мы оказываемся в океане вибрации всеобщего сознания действительно совершенно новое чувство новое ощущение такая свобода свобода ничем не стесненной супраментальной жизни действительно чудо так вот только после окончательного обретения полной энергетической прозрачности я и завершил работу по описанию эволюционной трансформации человека с хорошо известными вам условными схемами человечка вот когда это последняя состоялась я только тогда мог ее завершить поскольку нет пережил я знал что такое должно быть у меня было ощущение что это должно быть в конце концов это объединение как она будет в какой момент каким образом ну вот она когда произошло тогда это дописал это где-то был 11 12 год я сейчас даже не помню вот такой интересный момент теоретически я понимал что подобное должно состояться но как это будет выглядеть в ощущение было непонятно вот когда этого ощущениях пришло то же проблема вся снялась все остальное было в ощущении все прожито вот этого не было где-то лет пять пять я нуждал не то что ждал ну знал что чет должно быть но то но как бы финально вот именно это было а все остальное потом к этому просто приплюсовывалась это уже расширение углубление там целого ряда направлении работы сознания тоже детали были в основной было завершено где-то вот в одиннадцатом году наверно и с тех пор ничего не происходит просто живешь или все и неплохо внутри не живешь и наружно тоже претензий нет не предъявляешь и кому